Доброе утро, Ульяновск и вся Ульяновская область! В эфире на 9 и 21 кнопках «Утро с репортером». В студии для вас работает Оксана Коваль и Владимир Гаврилов. А студию нашу украшают чудесные цветочные композиции от партнера программы «Сити цветочных салонов Нимфа-73». На календаре 20 октября, четверг. И сегодня отмечаем Международный день повара. Кстати, утвержден он был в 2004 году. Инициатива празднования этого дня принадлежала Международной ассоциации кулинаров, которые справедливо решили иметь свой профессиональный праздник. Ведь кто, как не они, по праву заслужили такую честь? Вместе с многочисленными гурманами повеселиться от души за аппетитно накрытым столом, где изобилие переплетается с истинным мастерством. Впервые об этой профессии мы узнали из древнегреческих мифов, согласно которым богу врачевания Асклепию усердно помогала кулина. От ее имени и произошло слово «кулинария». Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Древнем Авелоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах Арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи. И при желании любой желающий может попытаться приготовить кушанье, которое вкушал египетский фараон или император Поднебесный. В России кулинария как наука начала развиваться в 18 веке. Это было связано с распространением предприятий питания. Сначала это были корчмы, затем трактиры и рестораны. Первая в России кулинарная кухня открылась в 1888 году в Петербурге. Кажется, ничего не пропустили. Можно начинать. Поехали. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах Репортер 73 и ОТР. И еще. У вас уже не болит голова. Есть и оставаться молодым. Такой разговор мы начинали накануне. И сегодня, наверное, можно это дело продолжить. Поддерживаем. Итак, мы уже выяснили, что врачи назвали продукты, замедляющие старение. Первым пунктом в данном списке идут грецкие орехи и семена льна. А еще фундук, арахис, семена тыквы, миндаль и куркума. Кстати, последнее стоит на защите иммунитета. А вот шалфей и розмарин обладают антивозрастными свойствами. Продолжаем список. Снять стресс помогают женьшень, утверждают специалисты. Он хорошо успокаивает нервную систему. Женьшень регулирует артериальное давление, уровень сахара и настроение. Не стоит забывать о продуктах животного происхождения. У человека нет другого способа получить витамин В12. Необходимо употреблять рыбу, красное мясо, яйцо, молочку. Витамин В12 укрепляет иммунитет, способствует обновлению клеток организма, улучшает память, предотвращает нейропатические боли и многие заболевания. Кожа и кости в первую очередь выдают возраст. Для здорового старения необходимы продукты, богатые коллагеном. Например, подойдут рыбные супы. Необходим организму и магний. Его не стоит принимать в таблетках, ведь он содержится в том же нуте, отмечают специалисты. Люди с дефицитом магния также могут употреблять брокколи, шпинат или темный шоколад. Ну а эфир продолжим в нашей спортивно-оздоровительной рубрике «ЗОЖ». Всем привет! Сегодня упражнение будет не самое простое, но зато оно будет направлено почти на все тело. Я люблю многосочиненные упражнения, они классно работают. Я напоминаю вам, как важно использовать дыхание в наших с вами тренировках. Моя методика йога-флекс очень большой акцент делает именно на это. Есть просто йога, а есть йога с дыханием. И йога с дыханием гораздо эффективнее для нашего здоровья. Чтобы получить результат оздоровления тела, достаточно позаниматься регулярно в течение недели. И вы увидите, как много энергии приходит в ваше тело. Вы меняете качество своего тела, качество своей кожи и качество своего настроения. Всем рекомендую попробовать мою зарядку. Вы это положение частично уже делали, но теперь мы его соединим. Ставим ноги на расстояние метр-метр десять и разворачиваем пальцы ног в стороны. Чуть-чуть присгибаем ноги в коленях. И мы будем опускаться до прямого угла в коленях. Напоминаю, что желательно следить за тем, чтобы колено не уходило сильно вперед, для того, чтобы колени не перенапрягались. Ладони будем соединять в жест намасте, так это называется в йоге. Это и жест приветствия, но в данном случае он нам понадобится для того, чтобы мы скручивали с вами грудной отдел. Итак, мы вдох с выдохом сядем вниз до прямого угла в коленях, и это положение будет зафиксировано. А вот вверху, в нашем грудном отделе, мы будем делать скрутку. Вдох, живот надувается. С выдохом мы будем скручивать корпус в одну сторону. Вдох надувается в центре, с выдохом скрутка в другую сторону. Вдох надувается через нос, живот, а выдох через рот, живот сдувается. Вдох носом, животом. Сдуваем живот. Вдох в центре, выдох, пупок в пояснице. На вдохе возвращаемся и поднимаемся, выпрямляем колени. Я думаю, что сейчас вы почувствовали свои бедра, свой грудной отдел. Продолжайте, сделайте еще пять раз. А мы с вами увидимся завтра. Всем пока. Определены финалисты конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития бывшей территории Ульяновского Суворовского училища. Конкурсная комиссия определила команду архитекторов, которые разработают концепции обновления. На открытый всероссийский конкурс поступили заявки от архитекторов из Ульяновска, Самары, Саратова, Пензы, Омска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы. Всего было представлено 33 компании или 13 команд, 12 из которых заявили о своей готовности поработать над переосмыслением территории в составе творческих объединений. Обязательным условием участия консорциума являлось наличие в его составе организации из Ульяновской области. На основе портфолио и эссе конкурсное жюри выбрало три команды, которые в ближайшее время займутся разработкой проектов. Планируется, что команды-финалисты представят свои концепции на заседание конкурсной комиссии 18 ноября, по итогам которого будет выбран победитель. Напомним, открытый конкурс стартовал 19 сентября. Общий призовой фонд составляет 3 миллиона рублей и сформирован за счет частных средств. Рубрика о главном далее. Высокие образовательные технологии придут в районы. Их доставит мобильный технопарк «Кванториум». Цель – вовлечь как можно больше школьников в занятия инженерными дисциплинами. В числе основных направлений – промышленный дизайн, робототехника, программирование, инновационная проектная лаборатория «Хай-Тек». В нашем регионе создано два мобильных «Кванториума» – в Ульяновске и Димитровграде. У нас вот такая вот большая машина, которая оснащена всем необходимым. Допустим, у нас есть наборы для робототехники. К вам прибывает прикладная наука. В арсенале мобильного «Кванториума» к примеру, ноутбуки для программирования, 3D-принтеры, которые отпечатывают модели, созданные детьми. Не беда, если технология пока не очень понятна. Опытные педагоги объяснят все максимально доступно. В каждом свое. Кто-то выбирает роботов, кто-то моделирование, также есть графический дизайн, есть программирование в среде скретч. Все зависит от полета фантазий, а навыки совершенствуются с каждым новым занятием. А что они сейчас делают? Моделируют свою какую-то задумку. Ну и как у них получается, нет? Вполне. За этим компьютером старательно проектируют модель домика, а за соседним – сердечко. Вполне возможно, сегодняшние школьники в будущем разработают прорывную технологию. «Кванториум» – это дополняет и нашу точку роста, которая здесь на базе школы работает. И в дальнейшем вот эти федеральные программы очень полезны будут нашим детям в определении дальнейшей профориентации. Мобильный «Кванториум» – часть федеральной программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. В нашем регионе два таких технопарка – Ульяновский и Димитровградский – охватывают в общей сложности более двух тысяч учащихся в год. Основная цель – взрастить высококвалифицированные кадры будущего. Ломоносовым в наших дней не нужно далеко ходить. Наука доставляется школьникам в удаленные населенные пункты. Приезд к «Кванториуму» для нашей школы – очень позитивный момент определенный в плане того, что взаимная работа идет, и дети видят еще, как организована работа в «Кванториуме». И больше детей вовлечены в это общение. Благодаря этому оборудованию, которое привезли с собой, переносной «Кванториум», больше детей вовлечено в это мероприятие. Это очень занимательно, и мы здесь развиваемся в другом плане, не как по учебной программе. Несмотря на творческий, даже игровой подход, программа более чем серьезная, ведь мобильный «Кванториум» оснащен оборудованием, вполне годящимся для образовательного процесса всех уровней и, кроме того, предприятий. И благодаря выездной работе технопарки вовлекают все больше детей в исключительно полезный процесс освоения востребованных специальностей. Ульяновская область занимает второе место во всероссийской экологической акции «Бумбатл». Самая масштабная в стране акция по сбору макулатуры проходит третий год подряд благодаря нацпроекту «Экология». Ее участники – воспитанники детских садов, представители учебных заведений, сотрудники компаний. Мероприятия реализуются до 15 ноября в регионах страны. Участие в них уже приняло более 50 тысяч человек. Цель акции – спасти деревья, сохранить ценное вторичное сырье и рассказать о возможностях раздельного сбора бытовых отходов. Наиболее результативным за время проведения проекта в 2022 году стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Образовательные учреждения региона собрали более 25 тысяч тонн бумажного и картонного вторсырья. На втором месте – Ульяновская область. Ее жители собрали более 13 тонн макулатуры. На третьем – Пензенская область – 12 тонн. В поддержку «Бумбатла» проходят экопросветительские мероприятия, экскурсии на перерабатывающие заводы, тематические уроки и лекции для школьников и студентов. Уютный парк, чистые озера. Пять водоемов области должны очистить и привести в нормативное состояние до конца этого года. Три пруда в Димитровграде, один в селе Большие Ключищи Ульяновского района и русло реки Красное в селе Татарское Урайкино Старомайнского района. На эти цели выделено около 15 миллионов рублей. Сейчас работы по благоустройству продолжаются в Димитровграде. Здесь на расчистку берега и дна двух озер в Рыбопарке и пруда на улице Масленникова выделили 5 миллионов рублей. Подрядчика выбрали с помощью аукциона. Договор уже заключен. В очистку озера в основные виды работ входят. Первое – это очистка береговой полосы, та, что на сегодняшний день заросла у нас камышом. Далее, в последующем – очистка и углубление дна. Первое – на первоначальном этапе со стороны береговой линии экскаватором и дальше уже земснарядом. Весь лишний грунт ил и камыш вывезут с территории парка. На их месте появится уютный берег. Я вчера прохожу, смотрю, чистят. Очень хорошо, потому что много с детьми ходят здесь. И вообще вот мы пожилые. Очень хорошо кто-то за это взялся. Так что я за. Я положительно, конечно, отношусь. Тем более, много лет назад в советское время мы здесь с приятелями купались зимой все время в этом пруду. Но люди, конечно, плохо относятся к природе. У нас кидают. Сколько мы отсюда бутылок вытаскивали зимой разбитых, мусора всякого. До конца года все три озера приведут в надлежащее состояние. Благоустройство на этом не остановится. В 2023-м в парке появятся скамейки, клумбы, малые архитектурные формы, спортивная площадка. Все будет установлено, следуя пожеланиям и обращениям жителей. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Мобилизация в нашем регионе выполнена на 100%. Большое количество еще недавно гражданских теперь проходят военную подготовку. Чтобы поддержать их, то Саульяновска при содействии местного отделения боевого братства и региональных волонтерских организаций собрали гуманитарную помощь и 18 октября передают ее военным. В первые дни было необходимо влажные салфетки, зубные щетки, пасты, бритвенные принадлежности, супы быстрого приготовления. Ну, то есть все, что жители могли предоставить, они все привозили. Сейчас практически мы уже в прямом режиме связываемся с ребятами, с нашими мобилизованными. Что в Пензе, что здесь в 31-й бригаде, что в Солдатской Ташле. Все необходимое, начиная от продуктов питания и заканчивая батарейками и ручками, укомплектовано и готовится к погрузке. Важное дополнение в преддверии холодов. Носки, термобелье, джемпера и свитера, которые можно одеть под форму. Во всех муниципальных образованиях совместно с жителями, не только ветераны боевых действий, участники боевых действий, а также включаются в поддержку и население. То есть не делят люди, кто воевал, кто не воевал. Все идут за правду, поддерживают наших ребят, которые выполняют свои обязанности там. Не только горожане и общественные организации Ульяновска, но и жители области собирают все необходимое. К примеру, в селе Луговое проявили инициативу, узнали с помощью сарафанного радио, что требуется. Мобилизованным собрали, упаковали и с 17 октября доставили в пункт сбора ТОСа «Володарец». Волонтеры-медики помогли с погрузкой коробок и машины выдвинулись к адресату, где нас уже ждал один из получателей. Обучение проходит хорошо, инструкторалы у нас все с военным опытом, с боевым опытом. Учат очень хорошо и грамотно. Очень сильно помогает гуманитарная помощь от гражданских. То есть от аптечек до бензопилы какой-нибудь или лопаты, все это придет в помощь. Хочу выразить славу, благодарности, большое спасибо за то, что собираете гуманитарную помощь для нас. В ближайшие дни планируется отправить еще один конвой с медикаментами и необходимыми вещами, но уже в батальон Свияга, с которым поддерживается непрерывная связь. Нужны сварочные аппараты, нужны перфораторы, нужны целлофановые пакеты, то есть не пакеты, а пленка. Строительные материалы нужны. Помимо этого нужны еще и переносные печи. Все это требуется, чтобы обустроить жизнь солдат в полевых условиях. И оградить их здоровье от простуд и заболеваний. Александр Злобин, Юрий Тимонин, репортер 73. Климат бизнес-среды в регионе давно зарекомендовал себя как благоприятный. Исходя из аналитики прошедшего периода, административное давление на предпринимателей в Ульяновской области минимальное. Соответствующий индекс показал высокие позиции в топе субъектов страны. Мы с учетом нашего большого объема гостей, которые мы принимаем в своем отеле в конгресс-центре, большое количество мероприятий и, соответственно, связанных с этим разных бизнес-процессов, мы не испытываем на себе какого-то особого пристального внимания. Все, что происходит, это в рамках тех мер, которые необходимы с точки зрения соблюдения, может быть, каких-то наших внутренних регламентов. В крупной межрегиональной сети отелей есть что с чем сравнить. Весомый итог непрерывного диалога бизнеса и власти, конкретно для нашего региона, практически отсутствуют жалобы на органы муниципального контроля. В целом, за последнее время правозащитная роль бизнес-омбудсмена в стране возросла, а административная ответственность предпринимательского сектора стала более справедливой. Основные, конечно, жалобы были у нас до введения моратория данной проверки. То есть в 2021-2022 год количество жалоб существенным образом снизилось. Хотела сказать, что никаких существенных рисков для общества в целом из-за снижения количества проверок не возникло. Поэтому я думаю, что это указывает прямо на необходимость переформатирования деятельности контрольно-надзорных органов больше на профилактический характер. Мораторий на проверки бизнеса – одна из наиболее зарекомендовавших себя мер поддержки в условиях экономического шторма. Срок действия истекает в декабре этого года, но эксперты полагают, что его необходимо продолжить. Несмотря на топовые позиции в соответствующем рейтинге, есть над чем поработать. Например, следует привести к общему знаменателю данные контрольно-надзорных ведомств. Предлагаю сегодня вдумчиво посмотреть, какие у нас есть резервы, каким образом нам вернуться снова на лидирующую позицию, как улучшить ситуацию в сфере контрольно-надзорной деятельности. По итогам прошлого года, общее число проверочных мероприятий в целом по Российской Федерации выросло практически во два раза, несмотря на существующие моратории. Но количество случаев причинения вреда каким-либо интересом продолжает снижаться. Это говорит о том, что добросовестный бизнес исполняет обязательные требования, не под страхом наказания, а осознанно минимизируя риск причинения вреда. Добросовестное поведение необходимо стимулировать, считают эксперты. Меры воздействия и случаи вмешательства в деятельность бизнеса должны быть соразмерны. Злоупотребление полномочиями недопустимы. Бизнес – основа современной экономики страны. Для хорошего самочувствия пониженное давление здесь более чем уместно. Вера Мещерякова, Максим Архипов, репортер 73. Сегодня в трусах ходим. Тепло. А как думаете, платить больше будете или меньше? Платить больше или меньше будете? Знаете, мы пенсионеры, во-первых. 50 процентов. Так что спасибо. Ну, вначале включили, да, тепло было хорошо, прям очень горячо. А сейчас немножко убавили. Наверное, в связи с тем, что погода. А почему думаете, что больше будет платить? Ну, я же вам говорю, цены поднимаются. Вот и все. И сказать, что на улице холодно. Дома нормально, хорошо. 22-23 градуса. А платить, как думаете, больше будете, чем в прошлом году? Или как? Вот это я уж не знаю их тариф на этот год, не могу сказать. Ну, наверное, прибавит. Каждый год помаленьку идет. Так что все может быть. Ой, жарко. Ну, сейчас дали недавно тепло. Нас нагончировали. Я три дали, кажется, тепло. Теплее, чем в прошлом году? Ну, еще погода, видите, купаем, сходим. Нормально, нормально. Вы что? А как думаете, платить будете больше или меньше, чем в прошлом году? Больше будем платить. А зачем нам больше платить? Там же тариф, наверное. А там новый сделали тариф. Да, тепло, все хорошо. Месяц назад уже включили. В начале декабря, октября. А по сравнению с прошлым годом как? Так же все одинаково. И в том году у нас тепло было. И в этом году. А платить, думаете, как будет? Как в прошлом году или больше? Не знаю даже. Ну, думаю, наверное, как в прошлом году. Хотелось бы так во всяком случае. В залах музея «Гараж СССР» обозрению всех желающих доступна экспозиция, посвященная Льву Ерохину, мастеру спорта, чемпиона Советского Союза по ипподробным гонкам, знаменитому ульянскому мотогонщику. На выставке мотоциклы, кубки, медали, афиши, свидетельство спортивных достижений великого земляка, чей пример вдохновил целое поколение советских мальчишек. Есть воспоминания о его современниках. Они рассказывают, что настолько это был человек, который действительно был настоящим героем. Они хотели быть на него похожими, такими же смелыми, бесстрашными, ничего не бояться, много уметь. Он умел и ремонтировать мотоциклы, и понимал законы физики, каким образом рассчитать свою траекторию, чтобы одержать победу. Ну, действительно. И обладал определенным мужеством, чтобы рискнуть. В минувшую субботу Льву Ерохину исполнилось бы 85 лет. В свете этой даты экспозицию Зала Славы Чемпиона пополнили экспонаты из семейного архива Ерохина. Дипломы, фотографии, личные вещи спортсмена. Уникальные документы в фонды музея передали его дети. Очень приятно, что Ленинский мемориал нашел новую нишу, перспективу для развития. Открыли вот этот музей, и мы активно участвовали при создании. Использовался наш семейный архив для оформления этого музея. Ну, и я считаю, что это как раз очень все уместно и востребовано, и имеет большую перспективу. Алексей Ерохин – сын Льва Петровича и сам титулованный гонщик. Любовь к мотоспорту зародилась в детстве. Мальчик с пяти лет сопровождал отца на всех соревнованиях и был самым преданным фанатом. Победа на гонках в Таллине – отчасти и его заслуга. Во время соревнований из-под колеса у папы вылетел камень и пробил картер. И мы его ремонтировали подручными средствами. Дегопластырем заклеивали эту дырку в картере. И как бы мотоцикл сделали. И вот в заезде Надежда он занял первое место. И потом в финальном заезде стал чемпионом СССР. Алексей вспоминает. Победа ульяновского гонщика в Таллине вызвала всеобщий фурор. Золото пророчили эстонским и латвийским спортсменам, сильнейшим в дисциплине. После финиша Льва Ерохина толпа фанатов качала на руках и подбрасывала в воздух прямо вместе с мотоциклом. Посетить выставку, посвященную легендарному земляку, ульяновцы могут в музее «Гараж СССР» до 30 октября этого года. Антон Кузьмин, Юрий Тимонин, репортер 73. Иди туда! Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Ребенок в машине Переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Супер цены в «Светофоре». Свинина на кости 185,90 за килограмм. Офе «Черная карта» 190 грамм 299,90. Масло сливочное 500 грамм 123,30. Во всех магазинах «Светофор Ульяновска» и «Ульяновской области». Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. По данным сайта «Гесметео», 20 октября в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 7, плюс 11 градусов. В городе температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем от 8 до 10 градусов со знаком «плюс». Ветер северо-восточный с переходом в северный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Володь, вот тебе загадка ранним утром. Большую часть времени он проводит на деревьях, питаясь листьями. Сон занимает в их жизни около 15-20 часов в сутки, а пища переваривается в желудке около 90 часов. Угу, мне надо дать ответ. Ну, конечно. Ну, я не знаю, а поссум? Ну, выдры на деревьях не живут, да и метаболизм у них, наверное, побыстрее. В общем, ну, не знаю, так вот навскидку с утра сложно ответить на такое. Ладно, не буду тебя мучить, это ленивец. А чего это мы вдруг о ленивцах вспомнили? Сегодня, 20 октября, отмечается Международный день ленивца, очень необычного животного. Его медлительность объясняется энергосберегающим поведением, обусловленным, в свою очередь, рационом питания, особенностями метаболизма. В общем, знаете, я и сам своего рода ленивец. Особенно по утрам, да? Да, да, да. Тогда предлагаю отметить этот день просмотром мультфильма с участием этого зверяка. А их, благо, немало. Ну, это вечером, а пока рубрика «Стиль». Доброе утро! Это рубрика «Стиль» и с вами я, ее ведущая, Светлана Казакова. Я – флешмейкер. И сегодня мы поговорим о том, как правильно подобрать правильный эффект для вас под типу лица. Опытный мастер создает эффект, нужный именно под ваш тип лица, под ваши глаза. Большие они, маленькие, широко посаженные или близко. Насчитывается более 15 типов лица, и мы сегодня разберем самые популярные. Маленькие глаза. Если у вас маленькие глаза, ни в коем случае нельзя наращивать длинные, большие, черные ресницы. Они визуально сделают их еще меньше. Поэтому выберите более меньший изгиб с маленькой длиной в коричневых тонах. Если глаза ваши большие, их можно подчеркнуть лисиим эффектом. Лисиим эффект позволит вам уменьшить визуально глаза и сделать ваш взгляд более особенным. Если у вас широко посажены глаза, значит, их нужно приблизить к носу, и тогда подойдет кукольный эффект. Если же глаза посажены близко к носу, то лучше сделать лисий, беличий. Он визуально их отодвинет. Естественно, если у вас миндалевидная форма глаз, то вы можете выбрать абсолютно любой эффект, который вам больше всего понравится. Узкие глаза азиатского стиля. Для них подойдут более загнутые изгибы, чтобы визуально увеличить ваш взгляд. Новейшее веко можно скрыть кукольным эффектом. Именно где у вас веко нависшее, туда наращиваем более длинные ресницы, и тогда это будет не так заметно. Если же у вас опущены уголки глаз, то профессиональный лошмейкер-специалист сделает вам их более выше с помощью изгиба D, D+, и C, C. Тогда ваш взгляд будет более насыщенным. И это только самые распространенные эффекты наращивания ресниц. На самом деле, их большой выбор, большой широкий спектр. С вами была я, Светлана Казакова, и это рубрика «Стиль». Сейчас в Краеведческом музее стартовал проект «Симбирские ткачи» творческой лаборатории по возрождению народных ремесел. Об этом поговорим с гостем в нашей утренней студии. Сегодня Сергей Кольцов, заведующий отделом маркетинга Ульяновского областного Краеведческого музея. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Как всегда, много всего. Много всего, да. Но начнем с творческой лаборатории. Да, о проекте, скажите. Да, вот в этом году у нас стартовал очередной грантовый проект в нашем Краеведческом музее. Называется он «Симбирские ткачи. Творческая лаборатория по возрождению народных ремесел». То есть данный проект будет осуществляться на субтиде из правительства Ульяновской области и будет направлен на продвижение старинных таких ремесел забытых, да, как ткачество, среди молодежи, среди детей с ОВЗ и среди волонтеров нашего региона. А почему именно ткачество выбрали? Ну, вообще в фондах много всего интересного. В фондах хранится много разных вещей, есть и многие вещи сделаны именно в технике ткачества. Это ткани, это пояса, всеразличные тесьма, всеразличные тесьма. И поэтому ее вот мы решили попробовать реконструировать, так как занимаясь этим я обладаю техниками, и поэтому решили написать такой проект. Вот закупили оборудование, часть его сегодня у нас здесь в студии представлена. Мы, допустим, будем учиться ткать на вот таких вот рамах. То есть можно взять будет иголочку с ниточкой и в такой, ну, очень простой, примитивной технике попробовать научиться вообще ткать, то есть познакомиться с этой техникой. А сейчас можно попробовать или есть? Да, можно попробовать. Очень хочется. Так. Раз, два, три. Через одну. Через одну перебираем, да? Я поняла. Вал, ты разговаривай, я пойду пока попробую. Ладно, ладно. Есть еще такая вот вилочка, лопаточка, которую можно будет подбивать. Она мне тоже нужна. Да, она тоже пригодится во время. Я просто, знаете, я просто пробовала. А до этого, я думала, что ткацкие станки такие большие вот. Нет, ну у нас будет и настольный ткацкий станок, и лента ткацкие станки, и мы будем пробовать все разные вот эти. Я вам не напортать что-то, если что? Нет, нет, нет. Делал человек работу, сейчас это попробую, и все на смарку. Пробуйте специальный учебный образ. А потом все распустим, ничего-ничего, да? Не переживайте. В общем, мы будем учиться именно пробовать ткац. Также у нас будут мастер-классы под качество на дощечках. Такая вот очень старинная техника, известная сейчас неолита. Представляете, ей много-много тысяч лет. И вот этот процесс, в принципе, дошел до 21 века. И заправляя вот в эти вот отверстия, да, определенное количество ниток, вот там пояс у нас тоже представлен, потом в процессе ткачества получается своеобразный узор. А, ну это чисто под узор заточек. Это уже ткачество, да, это уже под узоры, да, заправочные техники. Бывают техники с перебросом, которые на русском севере у нас сохранились. Техники ткачества выкладных поясов или тесьмы, то есть с буквами, пожеланиями, надписями. Ну это более сложные такие, конечно, техники, но все это возможно выполнить на вот таком вот простом, примитивном, казалось бы, устройстве. Ну а вообще как-то мониторили, наверное, тему, когда проект рождался. Насколько, я не знаю, востребованным он будет? Ну, интерес, конечно, к возрождению культуры у нас постоянный. Год культурного наследия сейчас идет. Почему вот именно была выбрана эта тема? Чтобы вот именно год культурного наследия приобщить жителей нашего региона к вот этим вот старинным техникам. Будем также пробовать учиться плести, то есть у нас будут вот такие вот еще вилочки специальные сделали нам в Вологде. То есть, ну, все оборудование мы заказывали в Лагодской области у специальных мастеров, которые нам все изготовили, качественно, из бука, все профессионально сделано. Тоже очень старая техника. Много-много тоже, даже не столетия, а тысячелетий тоже. Плетется тесьма, получается вот такая тесемка, которую потом можно будет использовать, ну, допустим, при оформлении каких-то изделий. Можно просто лет будет сделать, либо на одежду носу. Нет, я просто смотрю, такая вот похожая штука. Вот я в детстве из проволоки плел. Ну, из проволоки мы плели, да. Примерно такое же вот, ну, квадратного сечения получалась штука. Получается сечение вот такое, как квадратик, идут за зубинки. Если взять разные нитки, то получится разноцветная. Ну, да-да-да, то есть там же все переплетается, все красиво выходит. Да, будет красивый узор. Здорово, здорово. А вообще, как поучаствовать в этом проекте? Любой человек там пришел в музей и сказал, ну-ка, я хочу сплести. Да, ну, информация всегда есть на нашем сайте Кровевического музея. То есть будет информация о том, когда будут проходить мастер-классы. Можно записаться отдельными группами, то есть прийти, допустим, с классом, если кто-то захочет, либо как с семьей, допустим, либо с друзьями собраться, посетить музей и попробовать все сделать на мастер-классе. А то, что они сплетут, они потом могут забрать домой, или это будет где-то? Ну, что-то, то, что можно будет забрать, конечно, можно будет забрать. Ну, можно походить несколько раз, допустим, ну, и в течение там нескольких выходных, допустим, полностью сделать гобелен небольшой, потом его снять с дощечки и забрать с собой на память проекте, конечно. Да, мне кажется, что интересно сделано своими руками. У меня получается, да, мне кажется? Ну, вроде, допустим, получается. Получается. Ну, хорошо, давай старайся, чтобы гобелен к концу... Программа была соткана, да? Да. Но, опять-таки, то есть это группы собираются, приходят или за группы, либо одиночные, да. То есть с одиночными тоже можно? Да, можно, да. В выходные будут, можно тоже приходить, посидеть, что-то поделать. Отдельным направлением в нашей работе будет еще, как бы, арт-терапия, мы ее так назвали. Мы будем работать со взрослыми детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть это будет тоже для них очень такой интересный опыт. Они смогут тоже попробовать что-то сделать, поучиться. И, то есть, как бы, творчество, оно развивает человека в любом смысле. Поэтому для них это очень будет тоже полезно. Мы будем выезжать и в школы, и в музей к нам будут приходить. И из общества слепых уже есть договоренность, и специальные клубы молодых людей, которые тоже будут посещать данные занятия. Ну, то есть такой максимально обширный проект? Обширный проект, да. Еще будет у нас специальный отдельный семинар для волонтеров, то есть где мы будем обучать именно техникам качества тоже их, чтобы они, допустим, смогли это применять тоже в своей работе, либо же где-то участвовать в наших мероприятиях, помогать нам на крупных мероприятиях, допустим. Ну, и плюс все-таки одним музеем, я так понимаю, правильно не ограничивается, выезды куда-то тоже планируются. И выезды, да, и в школы будут, и в музей можно будет приходить. Как все успеть? Сейчас как начнут заявки закидывать в день по пять школ? Ну, проект будет реализовываться вот в октябре и в ноябре, поэтому, я думаю, мы все успеем. То есть только в течение двух месяцев, да? Да, до конца года он будет уже реализован, а потом можно будет тоже все равно записаться при желании. Ну, то есть как бы инструменты-то же останутся после реализации, соответственно. Инструменты останутся, да, мы специальных закупили, да, чтобы они остались в музее, чтобы можно было потом с ними дальше работать. Угу, то есть они остаются, и, в общем-то, эту тему можно продолжать. Да, можно продолжать периодически на каких-то мероприятиях, можно будет пробовать. Ну, вот Ночи скуз будет в этом году, для народного единства приурочено, и там тоже будет у нас большая площадка в музее, мы ее оформим, сделаем разные вот, как бы, небольшие мастер-классы, где посетители музея смогут обязательно все попробовать, поэтому приглашаем всех, если кто-то не может... Очень увлекает, я могу это вот сейчас сказать, потому что... Очень увлекает, успокаивает. Я даже не знаю, я даже не слышу, о чем вы там говорите, если честно, потому что я увлеклась, и вот у меня красиво, получается, сижу себе тут вот, очень успокаивает, вот, в долгие зимние вечера. Вы говорите, в какое время там можно приходить у вас на мастер-класс днем? В днем, да, конечно. Ну, можно, лайфхак такой, можно взять обычную книжку, обмотать вот тоже ниточки, и дома сделать, ну, такой простой, примитивный станок для кабеленного качества. На обычную, то есть это как бы книга, да? Ну да, вот взять какую-то книгу за основу вместо дощечки, да, намотать на нее ниточки и попробовать. А чем? А чисто теоретически? Ну, можно иголку обычную взять. А, тогда ниточки просто маленькие получаются. Нет, потолще иголку просто взять, и можно все спокойненько будет сделать в домашних условиях. То есть человек на выдумку всегда хитеропытный. Да, то есть они к вам попробуют сначала, как это выглядит вообще. Да, попробовать, поучиться. А потом уже дома. Если что-то, конечно, людям понравится, они смогут это и сами для себя делать, и творить. Ты наслаждаешься, смотрю, моей работой, да? Я косяки пытаюсь найти. Сразу косяки. Первый раз человек взял, ты должен иметь какое-то снисхождение вообще. Ну нет, ну смотри, ну что, сейчас. Одну пропустила. Ну, а ты, я вот, конечно, привлеклась тогда, вот что-то хотела спросить. Вот почему видно? Вот это, мне кажется, так не должно быть. Спасибо обратно. Умно сидит. Вот. Говорите, говорите. Продолжайте разговор. Мне на самом деле очень увлекательно. Можно сделать какой-то узор, можно нарисовать эскиз, допустим, и потом по эскизу попробовать. Мы уже освоить технику до следующей этап, грубо говоря, да. То есть вы можете взять уже рисуночек, по рисуночку попытаться сделать тот или иной гобелин. Нитки самые обычные, да? Нитки самые обычные можно приобрести, да. То есть потолще, потоньше взять ворсисты. И вообще получится разная фактура, структура, объем будет даваться, соответственно. Если выполнять разные кусочки разными нитками, это будет очень интересно. Ага, вот. А я как раз хотел узнать, если в домашних условиях делать такую штуку, потому что, ну, вроде бы понятно, как ее можно сделать. И хотел спросить, какими нитками. А все, что есть, можно найти дома, да, либо же купить в магазине, и проблем никаких не возникнет. А вот что еще тут у нас есть? Ну, у нас есть тут еще вот такие колодочки, тоже для плетения шнура, только в более сложной технике. Здесь нужно крючком перебирать нитки, он будет такой кругленький, объемненький получаться, и снизу будет вылазить. Будем переплетать вот так вот. Пока, ну, примерно. В порядке, да. И потом, вот как тесьма здесь формируется, так же она будет из колодочки тоже формироваться. Потом ее можно снять, завязать и сделать какой-либо из них. А вообще говорят, что дети очень быстро осваивают, да, вот, качество. Ну, детям, наверное, сложновато будет, но взрослые, я думаю, намного быстрее освоят, да. Вообще, как дети, наоборот, они вот... Если есть какие-то склонности к творчеству, то... А как понять, если это склонность к творчеству? Прийти попробовать, правда? Прийти попробовать, да. Пока не попробуешь, не поймешь. А вдруг кому-то, действительно, кто никогда этим не интересовался, вдруг заинтересуется, им очень понравится. Главное, не убить на корню интерес, как вот сейчас некоторые вот сказали мне, что тут пропустили, косяки, вот, и вот. Главное, вот так и не делать. Челноки еще есть, да, с которыми можно, во время качества, будет пользоваться. На больших станках, да? На касском станке, либо на дощечках, да, можно... Но это же все, получается, настоящие исторические инструменты. Ну да, они воссозданы, да, современными мастерами по старым технологиям. По эскизам старым, да, каким-нибудь... Ну, не по эскизам. Вот как дощечки, они были в неолите приблизительно такого размера, 5 на 5, 6 на 6, так их и сейчас делают. То есть ничего не поменялось в 19 веке, они такими же были в 20 веке. То есть и техника не меняется, там ничего нельзя привнести практически нового. Все изобретено много-много тысяч лет назад. Это своеобразный компьютер, культурный код, можно сказать, каждого народа, каждого региона, потому что встречается это повсеместно, не только в России, в других странах. Эти техники известны и в Скандинавии, то есть это Север, да, это Россия, это народы по Волжи все, мордва, чуваши, морийцы, удмурты, они все использовали эти техники как бы в оформлении своих костюмов. То есть техника была, в принципе, одинаковая? Техника была одинаковой, но были разные узоры, разные подходы, разные формы применения. Допустим, удмурты делали оборы на лаптях, то есть завязывали, чтобы ногу обматывать, да. Кто-то делал пояса, ну, из тесьмы потом пояс можно было. В Рязани, допустим, такие узорные тесьмы подшивали на низ панёва, то есть она была украшением одежды. Такие названия интересные, да. Пока не расшифруют, что это, даже непонятно. Да, мордва Макша тоже украшала свои рубахи панер, внизу вот тоже нашивками из домотканной тесьмы, это было очень популярно. Ну, в общем, тут такое, получается, такое единение, вроде бы, творческого ручного труда, и плюс ещё вот этот вот исторический экскурс, приобщение к истории. Экскурс, да, экскурс, да, к традициям своего народа, любого другого народа, который это всё использовал. А вот в итоге люди будут приходить, что-то делать, понятно, что-то будет оставаться там в конце. Не планируется выставка народного творчества? Ну, я не знаю, я тоже уже думал об этом. Если что-то получится много сделать, допустим, у кого-то, попробуем, может быть, оформить. Это как химистически выставка. А что? Ну, есть небольшие витрины в музее, где можно такие выставки оформить. То есть, если что-то будет, можно будет сделать комбинированную выставку. То есть вот сейчас я вот тут вот допреду, вот, и можно будет это тоже оставить, и потом на выставке я увижу, да, вот своё произведение. Просто вообще, по мне, так это тоже такой дополнительный стимул, когда ты пришёл, что-то сделал, и это ещё осталось, и люди пришли посмотреть, это как... Да, можно друзей привезти, детей привезти, показать, что вот я сделал. Классно, очень здорово, очень круто. Попробуем принять участие в этом проекте. Ужинатель. И даже вне студии. Да. Я думаю, обязательно нагрянем к вам в музей, и попробуем это дело на себе. Телезрителям напомним, этим утром у нас в гостях был Сергей Кольцов, заведующий отделом маркетинга Ульяновского областного краеведческого музея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова